40 лет, когда я жила в Киргизии, в 18 лет мне говорили, у тебя в барабанной телефонке дырочка, поэтому ты никогда не будешь служить. Вот так всегда было, как будто бы там вода. Приехала в Германию, то же самое сказали. Когда я сделала чистку, я пропила мыл в 3 месяца, потом еще тут делала немножко паузу, перерыв, и опять сделала чистку. Что вы думаете, у меня в один момент, говорят, обострение приходит во время чистки. Как у кого-то, у кого вылазит герпес, у кого сцепь идет, и люди боятся, и бегут бегом к врачу, дайте мне другие лекарства, потому что вот они мне дали какие-то конфеты, мне стало плохо. Вы же радуетесь, что это все выходит наружу. Оно должно куда-то выйти, оно должно куда-то вылезти. И когда у меня в один день вниз того, вниз его заложила нос, и потом начало стрелять в ухо, это было 11 утра. Такая была резкая боль, я не знала, что делать. Я свалила два яйца, у меня в магазине там все есть, свалила, положила одно сюда, одно сюда, и сижу горячим, грею, грею, грею. Потом в один момент у меня вот так брук из уха. Я посмотрела, сукровица, сукровица и слизь. Заходит моя знакомая, я говорю, неси мне быстрые ухоочистки. И я начала вытаскивать оттуда слизь. Потом я раздела сразу же мил с одну конфетку, раздела, и сразу настало молд закапывать и ухо. Пришла домой, говорю, представляешь, ухо вот это больное, чуть-чуть не пойму, в чем делать. Я на ночь намочила сильно-сильно ватку и вставила в ухо, и я легла спать. Когда я утром вытащила эту ватку, я слышу, ребят, вы можете такое чувство, 40 лет, вот так? Я сама себе не поверила. Я прыгала на кровати, у меня, конечно, уже появилось. У меня была такая радость, вот бывает, как крылья вырастут, или вот ребенок радуется. И вот я представила, что человек не видел, и вдруг он увидел эти цвета. Вот такая же радость у меня была. У меня ухо слышат, я в ютубе написала это, и говорю, ребята, оно работает. И в ютубе написал ясен.